Ребят, всем привет! С вами, как всегда, Джамбл Макс. Если вы вдруг только-только зашли в интернет, и вам попался каким-то чудесным образом мой видос, и вы еще не знаете, что происходит, то знайте. Фил скупает все, что движется и все, что производит игры. Да. Сегодня вообще не предвещало никакой беды, по сути, был новостной штиль, и сегодня должен был выйти вообще совершенно другой видос по планам, но так уж получилось, что буквально вот несколько часов назад выходит новость о том, что Activision и Blizzard будут входить в состав Xbox. Прикиньте. Да, я тоже немного в шоке, и сейчас мы поговорим о том, хорошо это или плохо, какие минусы и плюсы, ну и так далее. Перед началом видоса, как всегда, прожимайте лайкусик, подписывайтесь на канал, и забирайте подписочку кинопоиска HD на 60 дней совершенно бесплатно по моему промокоду для новых пользователей. Там вы сможете посмотреть фильмы, сериалы, мультики, кстати, там очень много клевых новинок добавилось, ну а также с помощью данной подписки вы получите полный доступ к Яндекс.Музыке и к скидкам сервиса Яндекс. Поэтому обязательно активируйте данную подписку по ссылке в описании и смотрите фильм на кинопоиск HD. Начнем с того, что это не слух, не какой-то там пранк, и не просто какая-то фейк новость. Это все, ребят, официально! На самом деле я до сих пор в шоке, потому что никаких слухов даже об этом не было, и просто здесь бац, и, ребят, мы типа купили. А когда выкладывал данный пост в своем инстаграме, кстати, обязательно подписывайтесь в группу ВКонтакте, в телеграм-аккаунт, потому что такие новости там выходят самыми первыми. После публикации данного сториса в инстаграм, кстати, тоже подписываться на него, ребята не поняли, что вообще произошло, поэтому объясняю. Помните тот случай с беседкой, когда Майки просто ее купили, и все игры от беседки появились в Xbox Game Pass, и все новые игры будут также добавляться в Xbox Game Pass с дата-релиза? Так, короче, произошло то же самое, но только с Activision и Blizzard, да. И поэтому такие игры, как Call of Duty, Warcraft, Overwatch, Crash Bandicoot, там, не знаю, Guitar Hero, будут под крылом мейерсов, и, соответственно, все вышедшие и самые новые игры добавятся в подписку Xbox Game Pass. А хорошо ли это, спросите вы? Это просто охуенно. Да, 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 и еще раз да, потому что следующая часть колды можно просто не покупать, она будет в подписке, как и следующие игры. Конечно, такая тема произойдет в 23-м году, поскольку сейчас, хоть и не объявили о данной новости, о том, что все-таки там покупают Activision и Blizzard, но дело в том, что как бы документально это произойдет, именно документальное слияние произойдет в 23-м году, по-моему, в июне, поэтому вот так вот как-то. Поэтому те игры, которые выходят в нынешнем году, они, по сути, выйдут без каких-либо изменений, и не будут относиться вообще никак к этой новости, поэтому не исключено такого, что, например, следующая колда, она просто получит какой-то там эксклюзивный контент для PlayStation, потому что вот это слияние, оно пока не произошло, и произойдет лишь в 23-м году. Это важно. С точки зрения игроков Xbox, это просто невероятная новость, но вот с точки зрения обладателей PlayStation не особо, поскольку уже есть информация, что некоторые игры, сразу говорю, что хрен знает какие, будут эксклюзивами платформы Xbox и ПК. Но это не точно. Какие именно, можно гадать лишь пальцем в небо, но новость такова. Мне, кстати, очень интересно, как та самая колда, которую хейтили каждый год, поднимется в глазах иксбоксеров, поскольку, по сути, она будет тупо на халяву, ну, по подписке. Вообще, напишите в комментариях свое мнение о данной серии. Лично я считаю, что серия вообще нормальная, несмотря на то, что все ее называют донатной помойкой, из года в год якобы у нее там одно и то же, лично я в некоторой части захожу с удовольствием погамать. Конечно, у нее не все части прям огненные, но нельзя исключать того факта, что колда это один из мощнейших шутеров, которые нравятся большому количеству игроков. И когда данная серия игр будет в подписке, я думаю, что с PlayStation перейдут многие игроки, потому что для многих тех, кто играет на PlayStation, колда очень важна. Честно, несмотря на то, что это, по сути, радостная новость для всех обладателей Xbox, с кем я, в принципе, и являюсь, у меня почему-то эта новость сначала вызвала какой-то шок, типа, не понял, что они купили, что ли, да? А потом такое было чувство какое-то странное и непонятное, какое-то, знаете, немножко негативное. Ну, поскольку все то, что сейчас происходит в данной ситуации, это, по сути, очень близко к монополии. А она, как вы знаете, иногда до добра не приводит. Просто представьте, майки купили беседку, майки купили Activision, Blizzard, а что потом? Электроники, юбики, все. И мне почему-то кажется, что в связи с этим майки попросту могут поднять цену на подписку. И на самом деле они поступят капец как разумно, поскольку тратя кучу денег, если что, поговорят, что сделка обошлась в 70 миллиардов наличкой, они, соответственно, после этого плана намного больше приобретут. И знаете, мне что-то в последнее время кажется, что Фил просто подобрал какую-то бесконечную карту и за это ее там направо и налево. В общем, тратя кучу денег, по сути, майки потом должны поиметь еще больше, и один из способов это повышение цен, ибо подписка Xbox Game Pass станет еще мощнее и насыщеннее в плане релизов игр. Вообще, данная ситуация может быть не такой какой-то масштабной, поскольку майки по информации все еще планируют выпускать свои игры и на другие платформы, попутно добавляя игры в себе подписочку. Ибо они все равно от каждой продажи игры на другой платформе и от каждой там оформленной подписке Game Pass будут грести денежку в карман, ибо майки попросту будут владеть всем вот этим. Конечно, после 23 года Фил возьмет управление всей этой корпорацией на себя, он там наведет порядок, как говорится, поскольку, сами помните, некий скандал вокруг всего этого. Но знаете, в последнее время я понимаю, что чем больше студии у Xbox, тем больше мы замечаем какого-то ухудшения качества. Да, это если сейчас рассуждать без всякого фанатизма. Получилось немного сломанное Forza Horizon 5 от разработки Halo Infinite, непонятные дела с другими играми, всякие переносы, и по сути с приходом новой студии, как сказал бы дядюшка Бен, тем большая ответственность. И мне почему-то кажется, что уследить за всем этим, ну, будет крайне сложно, ибо и так как бы они не успевают, а тут просто жесть будет. Единственное, я очень надеюсь, что данный шаг в игровой индустрии не подкосит ее совсем, поскольку имеется вероятность, что какого-либо там прогресса не особо будет. И далее будет просто продолжаться конвейер тех франшиз, которые приносят деньги. Единственный здесь плюс для игроков, это то, что обладатели Xbox все вот эти вот конвейеры получат, по сути, по подписке. Если вы вдруг думаете, что после вот этого всего слияния там как-то изменится Клавдьюзи, да, вдруг там не будет батл пасса, донатов и тому подобное, мне почему-то так не кажется. Майки, на самом деле, мне кажется, и покупали все вот это с учетом того, что они будут зарабатывать на этом. И как вы знаете, та же самая колда, она приносит очень много денег. И, соответственно, менять что-то в модели, которая до сих пор приносит просто бешеные деньги, но мне кажется, никто не будет. Просто если вдруг вы еще не осознали, то Xbox, я не знаю, какие-нибудь студии, вообще просто игровая индустрия, это просто большой бизнес. И тут каждый зарабатывает как может. Кто-то кого-то поглощает, кто-то придумывает чего-то новое, кто-то кто-то открывает. И, по сути, все это нацелено на прибыль. Просто на излечение прибыли. Если вы вдруг думали, что после покупки, я не знаю, майки как-то изменят всю игровую индустрию. Нет, просто теперь они будут рубить бабло со всего этого. Вот и все. Как бы не быть таким наивными. В любом случае, есть плюс в этой теме, а именно в том, что такие игры мы получим на халяву по подписке. Но все-таки как бы нужно думать более глобально и понимать, что творится вообще в игровой теме в общем. Единственный, кстати, самый главный вопрос в данной всей ситуации, который, кстати, остается, это что будет при антимонопольной комиссии. Ага. Конечно, если майки объявили уже об этой новости, значит все пройдет чики-пики. Но сами знаете, что пока все это не пройдено, да, об этом говорить лучше не стоит. Потому что все-таки в сроках там год, год-полтора, и все может переграться. А то, может быть, какая-то будет засада и все. Конечно, будет эпик фейл, если это все-таки не случится. Но я думаю, что все будет нормально, потому что, ну, не даром они все это объявили. Ведь не так ли? В общем, обязательно пишите свое мнение в комментариях, рады вы этому или не рады. Как вы относитесь и в какие игры вы по подписочке с удовольствием поиграете. Вот, нравится ли вам там колда и так далее. И большое спасибо вам за просмотр. Ставьте лукасы, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok